Каждый раз, когда мы просматриваем мультфильм «Холодное сердце», то до глубины души поражаемся жестокости родителей Эльзы, которые обвинили малышку в том, что она, видите ли, не умеет контролировать свои силы, и заперли её в замке, подальше от посторонних глаз. Неужели нельзя было просто взять и спокойно объяснить ребёнку, что ей следует быть осторожнее? Постараться как-нибудь помочь, поддержать, успокоить? Зачем королю и королеве понадобилось изолировать девочку от внешнего мира? Обрекая её на долгие и мучительные годы одиночества. Что это? Нелюбовь к старшей дочери, стыд за то, что они произвели на свет монстра? Или, может быть, наоборот, страх потерять своё дорогое чадо? На самом деле, решение спрятать Эльзу в недрах замка было вынужденной мерой, направленной не на то, чтобы наказать девочку, заслучившейся с её сестрой, а на то, чтобы защитить малышку от угрозы извне. Более того, не пойди король с королевой на такой радикальный шаг, принцесса, возможно, не дожила бы до своего совершеннолетия. А всё из-за её волшебного дара, который обернулся для ничего не подозревающей Эльзы проклятием. Будь у девочки силой иного рода, можно было бы так сильно не переживать насчёт того, как отнесутся к ней окружающие. Но способность повелевать зимние стихии стала веской причиной для того, чтобы правители Эренделла закрыли двери своего замка на тяжёлые засовы и порвали все связи с миром людей. Известно, что королевства Эренделла и короны являются ближайшими соседями, а это значит, что жители обоих государств могут с лёгкостью ездить друг к другу в гости, что, собственно говоря, и продемонстрировала нам Рапунцель, когда заявилась на коронацию Эльзы. Не сложно догадаться, что при таком раскладе весть о волшебной силе старшей из принцесс должна была рано или поздно долететь до берегов короны, а этого родители нашей героини никак не могли допустить. И вот почему. Как оказалось, Эльза является не первой и не единственной волшебницей, обладающей магией льда. Так, злой колдун Зантери, чья тирания вот уже много лет не позволяет жителям короны наслаждаться спокойной жизнью, тоже, как ни странно, имеет в своём арсенале способность повелевать зимней стихией. Из мультсериала Рапунцель «Новая история» мы узнаём, что давным-давно он наложил на вышеупомянутое королевство ужасное проклятие, заключающееся в том, что как только правитель короны даст слабину, территорию государства накроет разрушительная снежная буря. Как вы понимаете, наличие силы, похожей на силу одного из самых могущественных злодеев, совсем не играла в пользу юной принцессы, а, напротив, делала её уязвимой. Ведь узнай жители соседних королевств о том, что девочка способна сковать льдом и засыпать снегом целую страну, они бы непременно решили, что Эльза является потомком Зантери. И тогда обязательно напали бы на Эренделл с целью убить потенциального врага. К слову, версия, согласно которой Эльза может быть потомком Зантери, имеет все основания оказаться правдой. Особенно учитывая тот факт, что из всех возможных вариантов местонахождения, он почему-то выбрал соседствующую с Эренделлом территорию. Возможно, желание злодея держаться поблизости к Эренделлу было обусловлено тем, что он хотел иметь возможность присматривать за своей наследницей, и когда придёт время, сделать её союзницей. А может оказаться и так, что Эльза в действительности не имеет прямого отношения к колдуну, а её ледяная магия является всего лишь результатом проклятия, которое Зантери давным-давно наслал на королевский род. К сожалению, сказать наверняка, какая из двух теорий является истиной, пока нельзя. Но мы искренне надеемся, что вторая часть Холодного Сердца прольёт свет на все интересующие нас вопросы. В любом случае, теперь, когда всё стало на свои места, решение родителей Эльзы заточить свою дочь в замке, дабы ни одна живая душа не узнала о её волшебной силе, уже не кажется таким безумным и несправедливым. Не правда ли?